Здравствуйте, друзья! В эфире канал НьюАшвод и с вами я, Юрий Гемельфар. Не далее как вчера я сделал удивительное открытие. Оказывается, у нас любопытно устроено законодательство. Вы можете получить срок, реальный уголовный срок за реализацию своих конституционных прав и в то же время нарушая конституцию и основные ее положения, вы формально остаетесь безнаказанными. Не будем голословны. Внимание на экран. В российской конституции, мы смотрим это на официальном сайте ВВВ Конституцион Ру, есть такая статья 29. И вот в пункте 5 этой статьи написано Цензура запрещается. Еще раз. Цензура запрещается. Так, запомнили. Однако вчера, как сообщает Интерфакс, глава Ингушетии Юнусбек Младгиревич Евкуров сообщил, что с его точки зрения необходимо ввести цензуру. Это заявление он сделал по поводу фильма Алексея Учителя Матильда. Давайте процитируем. Мне кажется, фильмы, подобные тому, о котором мы говорим, должны проходить хорошую цензуру. По крайней мере, Матильда заставляет нас об этом задуматься. Не надо этого бояться. От этого демократия не спадает, а наоборот, возвеличивается. Понимаете, друзья, дело даже не в том, что я не понимаю, какое дело главе региона до того, чтобы какой-то фильм запрещали. Но ведь чисто формально, господин Евкуров, глава Ингушетии, он может просто сказать, этот фильм в нашем регионе демонстрироваться не будет. Все, проблема исчерпана. Причем тут цензура? С другой стороны, я уже много раз говорил, объясните мне, почему какой-то чиновник указывает мне, что мне смотреть, а что мне не смотреть. С какой стати? Причем, заметьте, чиновник региона, которому вот лично я не отношусь вообще. Я не живу в Ингушетии. Друзья мои, я в Саратове живу. И мне нет дел до того, какие кинофильмы будут демонстрироваться в Ингушетии. Но, кстати, даже если вот глава Саратовской области, господин Радаев, он издаст такой приказ, я буду возмущен. Ну, не нравится тебе, не смотри. А я вот, например, хочу посмотреть, и я, кстати, я еще раз повторяю, я лично посмотрю обязательно фильм Матильда. Но, еще раз, дело даже не в этом. Меня заинтересовал другой вопрос. А почему глава региона, не боится заявлять, по сути, об изменении конституционного строя? Ведь, ну, давайте рассуждать логично. Конституционный строй Российской Федерации, он описан в Конституции. Следовательно, любой призыв к изменению или нарушению каких-то положений Конституции, есть ведь, по сути, призыв к изменению конституционного строя. Вот мне непонятно, почему господин Евкуров так смело об этом публично заявляет. Но оказалось, что в результате он не нарушает закон. Он имеет полное право в данном случае это заявлять. Потому что ответственность за подобное высказывание в Уголовном кодексе Российской Федерации оказывается не предусмотрена. Впрочем, не будем голословны. Если мы внимательно посмотрим на сайте консультанта главу 29, которая так и называется, преступление против основ конституционного строя и безопасности государства, то оказывается, мы с удивлением обнаруживаем, что любой чиновник, он может совершенно спокойно призывать к изменению основ конституционного строя и при этом не понести никакой ответственности. За что предусмотрена ответственность, уголовная ответственность? За госизмену, шпионаж, посягательство на жизнь государственного общественного деятеля, захват власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, диверсия, очень много отведено возбуждение ненависти, либо вражды и унижение человеческого достоинства, организация экстремистского сообщества, организация деятельности экстремистской организации, финансирование экстремистской деятельности, разглашение гостайны, незаконное получение сведений, составляющих гостайну, утрата документов, составляющих гостайну, осуществление деятельности на территории России иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России, но за открытый призыв изменить основы конституционного строя, то есть ввести цензуру никакой ответственности не предусмотрен. Однако при этом, давайте оставим в покое господина Евкурова и посмотрим, а как у нас можно получить реальный срок за абсолютно законную деятельность в рамках конституции. Ну, вот последний пример. 10 августа судья Криворучко приговорил журналиста РБК Александра Соколова к 3,5 годам заключения в колонии. За что? За экстремизм. А в чем этот экстремизм выражался? В попытках организовать референдум. Вы понимаете? И при этом, вот кстати, я еще хотел бы обратить ваше внимание, этот же судья и тоже 10 августа, он вынес приговор в виде четырех лет условно бывшему редактору газеты Дуэль Юрию Мухину. Это достаточно известный человек, который регулярно на протяжении как минимум 15 лет публиковал антисемитские материалы и являлся автором книг и брошюр открыто антисемитского содержания. Ну, чем-нибудь голословным. Ну, вот он написал такие книги, как «Тайны еврейских расистов», «Крестовый поход на восток», который также поддерживал в своей книге «Убийство Стальной Иберии», это теорию еврейского заговора врачей против вождей СССР, написал такое произведение «Три евреи» или «Как хорошо быть инженером» и так далее и тому подобное. Так вот, смотрите, что получается. За антисемитизм Юрий Мухин получает четыре года условно. Александр Соколов за организацию референдума, точнее, не организацию, а попытку его организовать, он получает три с половиной года реального срока. А господин Евкуров открыто призывающий к нарушению Конституции, что, в общем-то, ну, я, конечно, не юрист, но с моей скромной точки зрения это попадает под даже действия, под экстремистские действия, он совершенно не боится открыто призывать к нарушению Конституции. Так вот, понимаете, друзья мои, я еще раз, я много раз уже об этом говорил, но не грех повторить снова, я много раз говорил, что законы в государстве могут быть любыми, могут быть серьезными или даже смешными, могут быть либеральными или жесткими и даже жестокими, они должны быть понятными, и подобного вот рода действия, точнее, заявления, раз уж мы в нашем государстве осуждаем людей за слова, то в таком случае открытые призывы к изменению конституционного строя, а цензура, она четко описана в Конституции, и там нет ссылок на федеральный закон, это тоже должно находить свое отражение в уголовном кодексе. Так вот, я к чему веду речь? Вот наши депутаты сейчас много чего запрещают, придумывают разнообразные запретительные меры, но вот реальные преступления против основ конституционного строя, они упорно не замечают и не хотят замечать, раз никто из депутатов не озаботился тем, что помилуйте, а вот у нас есть статья Конституции, 29.5 и она никак не защищена против действий должностных лиц или простых граждан, которые могут призывать к тому, чтобы эту статью нарушать. Как-то это очень странно и в качестве небольшого пасскриптума. Если у нас в стране и дальше будут о Конституции вытирать ноги, то, боюсь, нас ждут большие беды. Все вам доброго. Подписывайтесь на канал Неваш Вод. Ставьте лайки. Если будут вопросы, присылайте. Обсудим. До встречи. Редактор субтитров Корректор А.